МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эти звезды не сходили с российских экранов. Их любили, ими восхищались, им завидовали". -"Спасибо вам огромное за то, что я себя сегодня чувствую как дома". Для многих украинских артистов Россия оказалась сытной кормушкой. Наша страна дала им все. Популярность, признание, поклонников и баснословные гонорары, о которых на родине они могли только мечтать. -"Ни Вера Брежнева, ни Лобода, ни Макс Барских со своим режиссером, который снимал все его клипы, они там никому не нужны. Они никогда в жизни не будут получать каких-то таких баснословных гонораров, которые они имели здесь". Долгие годы украинские певцы и актеры целовали кормящую руку, клялись в вечной любви и верности. -"Сердце мое всегда с вами, я с вами". Но обещания не сдержали. С началом спецоперации большая часть артистов из Незалежной предали поклонников, покинули Россию и стали обвинять нашу страну и народ во всех смертных грехах. -"Мне кажется, надо называть всех людей и фамилии этих подонков, которые здесь кормились, и вдруг там из-под тяжка. Слава Украине! Слава Украине!" Любопытно, что украинские знаменитости, вдруг вспомнившие о своих корнях, поддерживают родину, находясь очень далеко от нее. Почти никто из артистов не вернулся в Киев. Они предпочли разъехаться по своим заграничным виллам и квартирам, купить которые смогли на заработанные в России гонорары. -"Все, без исключения, клялись в любви к России, к русскому народу и прочее, получая за это еще больше денег. Если посмотреть, то все же эти деньги, опять же, они вывозили с собой, за границу". Они публично зарекаются никогда не возвращаться в Россию и отказываются исполнять свои хиты на русском языке, а оставшуюся в Москве и Подмосковье недвижимость спешно продают. Однако, как оказалось, нелюбовь украинских артистов к России легко продается, как только речь заходит о возможности заработать. -"Завтра закончится вся эта история, завтра им предложат какую-нибудь сумму такую хорошую, вернутся, прибегут в Россию, если позовут". -"Украинские звезды эстрады не стесняются бросаться громкими заявлениями, оскорблять Россию и ее граждан, призывать к агрессии, одним словом, презирать страну, которая их вскормила и благодаря которой они обрели популярность. Именно здесь гастролеры из незалежности стали купаться в лучах славы, зарабатывая баснословные гонорары. Но память этих исполнителей оказалась слишком короткой. Ни слова благодарности, а только потоки желчи и ненависти ко всему русскому. Это невозможно ни понять, ни простить. Своими нелестными высказываниями украинские артисты закрыли себе путь на российскую сцену и потеряли даже самых преданных своих поклонников. Ни одно застолье или корпоратив еще недавно не обходились без задорных песен Верки Сердючки. ПОЕТ В образе всенародной проводницы выступал украинский комедийный артист Андрей Данилко. Он был мегапопулярен в России, где с начала двухтысячных заполонил собой буквально весь телеэфир. Получал премию «Золотой граммофон», вел передачи на федеральном канале, снимался в фильмах «Деньги сердючка», загребал лопатой. Мне очень нравится быть обеспеченным. Я всегда хотел быть богатым. На концертах украинской звезды всегда был аншлаг. Продюсер Сергей Лавров долгое время работал с Данилко. Устраивал ему концерты в России. Более сотни концертов. Это были российские туры. Это была Сибирь, Дальний Восток. Началось все с того, что я ему первые концерты сделал в Горье Норильск. Тогда была неледная погода. Он приехал ко мне на четыре концерта и сделал рекорд. По словам продюсера, испытания бешеными деньгами и популярностью артист не прошел. В какой-то момент у шоумена, как говорится, даже начала ехать крыша. Он сошел с ума. Он, значит, когда у него появилась популярность, да, Райверс стал просто... Значит, во-первых, он захотел охрану. Он думал, что его, значит, где-то по работе закусают. Вот. Когда я у него спросил, он говорил, зачем тебе это все нужно? Он сказал, это не я хочет всего этого. Это она. Кто она? Верка Сердючка. Отдаляться от России Верка Сердючка начала еще после кровавых событий на Майдане в 2014-м. С тех пор позарная тетка стала петь уже совсем другие песни. ГОВОРИТ ПО-УКРАИНСКИ Собственно, чему тут удивляться, учитывая, кто кумиры Данилка, которых он воспевает со сцены. ГОВОРИТ ПО-УКРАИНСКИ ГОВОРИТ ПО-УКРАИНСКИ И я ему говорю, АНДРЕЙ, ну что ты такое говоришь? Ведь у тебя же столько гастролей по России и по Москве. Он говорит, Леония, я тебя умоляю, два концерта, два заказника в Дубай мне перекрывают два гастрольных тура по России. После начала спецоперации украинский артист попрощался с Россией, которая ему все дала, и заявил, что больше не будет исполнять хиты на русском языке. Сердючка стала давать концерты в Европе, но эти выступления уже давно не такие веселые. Я специально поехал на его концерт в Неаполе, посмотреть, что это такое. В общем, концерт напоминал антироссийский митинг. Я, конечно, понимаю, что ему, скорее всего, платят деньги на Украине, но это был ужас. Последние месяцы выступления украинского шоумена стали исключительно антироссийскими. Это кадры недавнего концерта в Испании, где Сердючка пела песни, критикующей Москву, и раздавала русофобские интервью Би-Би-Си. Что произошло, я не знаю. И я не уверен, что повлияло что-то, то, что в России происходило, да, и там специальная военная операция. Я думаю, что все-таки на него придавили и ему, так сказать, указали на свое место. И плюс, опять же, я не знаю точно, я так думаю, что ему пригрозили лишением каких-то своих дача, квартира, еще чего-то. Именно в нашей стране многие украинские артисты обрели свою аудиторию, смогли заработать огромные капиталы и стать настоящими звездами. И до недавнего времени они клялись России вечной преданности. Уроженка Днепропетровской области Украины Вера Брежнева долгие годы убеждала поклонников в том, что Россия – это ее новый дом. Спасибо вам огромное за то, что я себя сегодня чувствую как дома. И в каждом городе, где она давала концерты, признавалась в любви к российской публике. Все, я остаюсь в Нижнем Новгороде. Осталось только найти мне жилье. А в многочисленных интервью всячески подчеркивало, что никогда не чувствовала себя украинской певицей, хоть и родом из Незалежной. Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто так получилось, что сама Украина меня не воспринимала. Неудивительно, ведь именно в России она вышла на большую сцену и здесь построила свою карьеру. И, кстати, пела Вера всегда на русском языке, отчетливо понимая, кто ее зритель, оценивши талантартистки по достоинству. Для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. Имчанины? У меня их нет. Однако год назад, после начала спецоперации, исполнительница решительно изменила тон и публично вспомнила о своих корнях. Папа и дедушка украинцы, я родилась и живу в Украине, и сейчас у нас беда. А потом сбежала за границу, где занялась сбором помощи, для Украины. Видимо, осознав, что назад дороги больше нет, а может из-за страха потерять себя как певицу, Вера Брежнева даже выучила несколько песен на украинском языке. Но как ни старалась исполнительница, ее перевоплощение никто не оценил. Некоторые эксперты уверены, что осудить Россию Брежнева пришлось вовсе не из-за своей политической позиции. Дело в зарубежных счетах и недвижимости, которые она побоялась потерять. Кроме того, за границей живут и дети звезды, которых она регулярно навещает. Старшая дочь в Штатах, младшая учится в Италии. Неудивительно, что певица испугалась, что оставшись в России, Запад ее больше не примет. У них счета за рубежом, у них недвижимость за рубежом. Для того, чтобы все это сохранить, они, естественно, в том числе и поэтому уехали и уже признаются в любви европейским ценностям, да, и охаивают нашу страну, для того, чтобы им не заморозили счета, для того, чтобы у них не отобрали недвижимость. К слову, и до бегства из России Брежнева со своим супругом Константином Меладзе тоже не бедствовали. Недавно звездное семейство выставило на продажу свой элитный особняк в подмосковном коттеджном поселке на Новой Риге. Этот дом, где супруги проживали до весны прошлого года, часто светился на фотографиях в соцсетях певицы. Теперь на него может посмотреть любой желающий, конечно, если есть в наличии 350 миллионов рублей, сумма, за которую именитые хозяева готовы распрощаться со своим особняком площадью 700 квадратных метров. Сначала дом пытались сдать в аренду, но потом выставили на продажу. Стоимость особняка, по мнению экспертов, завышена. И ремонт уже устарел, и интерьер вышел из моды. Но граждане Украины, перебравшиеся на свою виллу в Италию, не торгуются. Это, кстати, не единственная недвижимость Брежневой в России. Например, жильцы этого дома в центре Москвы не раз видели, как певица подъезжала сюда на шикарном авто. Дело в том, что у артистки тут был салон красоты. Помещение официально оформлено на Веру Киперман. Это настоящее имя и фамилия Брежневой, оставшиеся от бывшего мужа. Я просто старшая по дому, я знаю, у меня весь реестр собственников у меня. А, да? Да, это городское имущество ДГИ. А вот это точно? Да, это точно Киперман. Открыт ли сейчас салон, не ясно. А двери заперты. Впрочем, по словам соседей, заведение и раньше всегда работало тихо. По всей видимости, принимали здесь только своих. У них что, раньше тихо было, что сейчас тихо. Поэтому собственник не изменился. А так вот и раньше ничего не происходило. Не обделяла себя в России и украинская певица Светлана Лобода. Она жила в этом роскошном особняке площадью почти полторы тысячи квадратных метров. На участке в один гектар. Сейчас хоромы выставлены на продажу. За 650 миллионов рублей усадьбу можно и арендовать за один миллион в месяц. Усадьба состоит из местных домов. Основной дом там мы с вами пройдем. Без барбекю мы можем вот так по кругу пройти, по участку, по дом в дом. Риэлтор уверяет, хозяйка особняка вовсе не Светлана Лобода. Якобы у певицы недвижимости в России нет. А этот усадебный комплекс она несколько лет брала в аренду. Это была волна, да. И потом выясняют, что не она собственник. И поэтому мы об этом никогда не говорим. Дело в том, что я не люблю такие вещи. Ну вы не любите, а говорите. Люди еще не приняли решение. Нет, и что, что не приняли. Я тоже не приму-то скажу. А вот здесь нам не нравится, потому что Лобода. Однако в СМИ просачивалась информация, что звезда с украинским паспортом просто переписала загородный особняк на подставное лицо с российским гражданством, которое занимается продажей недвижимости. Но то, что певица тут действительно жила, понятно невооруженным глазом. Достаточно сравнить снимки фасада интерьера дома с фото Лободы из ее соцсетей. Та же кухня, ванная комната, те же потолки в гостиной, плитка на полу и резное изголовье кровати. Собственно, и арендовать, и купить этот особняк Лобода могла себе позволить гонорары за выступление. Она объявляла астрономические. Лобода зарабатывала баснословные гонорары. Например, за корпоратив давали по 200 тысяч евро. Представляете, по нынешнему курсу это 17 миллионов рублей. А сейчас, даже если она работает в кассовые концерты в Европе, в Европе это другие гонорары, поверьте мне. Это максимум 25 тысяч евро. Ну вот за большие там залы, и то она их, наверное, соберет. А ведь до приезда в Россию Лобода и мечтать не могла о такой популярности. Максимум, чего она смогла добиться на родине, редкие выступления где-нибудь на дне города. Я же обещаю вам солнце, смотрите, оно практически вышло. В 2009-м Лобода едет на Евровидение и занимает только 12-е место. Какой ценой ей досталось это выступление, помнят российские музыкальные продюсеры. Я помню, когда она выступала на конкурсе Евровидения, и как она, когда вышла в финал, когда она на пресс-конференции верещала, как курица под топором, да, что она квартиру продала. Она квартиру продала в Киеве для того, чтобы участвовать в конкурсе Евровидения. Это же все было на моих глазах. И только перебравшись в Россию, украинская певица стала очень знаменитой. Впрочем, сейчас, рассказывая о своей головокружительной карьере, Лобода даже не упоминает нашу страну. С 2014 года так сложились мои обстоятельства, что моя карьера стремительно пошла вверх. И я стала популярна не только в своей стране, в Украине, но и на всех постсоветских странах. Это Казахстан, Армения, Грузия, Прибалтика. На деньги, заработанные в России, Лобода сейчас припеваючи живет на Западе, занимается волонтерством, встречается с украинскими беженцами, как может изображать из себя патриотку. На ломаном украинском певица раздает интервью. Это первое моё великое интервью украинской мовы, поэтому мы можем сделать помылки. И поет песни. Семь, каждого из вас встретим, вот мы украинские. Концерты Лободы все больше напоминают антироссийские митинги. Перемога за нами, слава Украине, героям слава! На каждом своем выступлении она поливает грязью Россию. Это ужасная, кошмарная, такая невозможная, непонятная война, которую развязала Россия против Украины. Она обязательно закончится большой победой нашей страны, Украины. Хотя еще недавно клеилась в любви российским поклонникам. Робные, низкие, низкий поклон, каждый. Нам продают русофобию, купите нас, мы против России, купите нас. Эксперты утверждают, что украинские артисты рассчитывали на антироссийской повестке построить карьеру на Западе. Меня начали везде приглашать, я поняла, что вот тот плацдарм, тот новый шаг, который я могу переступить и пойти дальше, дальше Европа. Однако стать европейскими звездами не получилось. Сейчас мы, скажем так, обгоним вас там, и нас завтра позовут в Голливуд. Никто никуда не позвал. Их вот это вот украинское говно, я извиняюсь, да, их вот эта украинская музыка никому не нужна. Нигде она не крутится, никто ее не слушает. Впрочем, в Россию въезд Лободи теперь точно запрещен. Она вошла в так называемый черный список гастролеров, которые дискредитируют действия российских вооруженных сил. Мораторий на въезд в Россию на целых полвека – одна из крайних, но необходимых мер. Логика такого решения проста – перекрыть кислород обнаглевшим певцам и артистам, почувствовавшим свою безнаказанность. Мы должны защитить интересы русского народа, и вот этот запрет, он очень правильный, потому что люди должны, которые воюют против нашей страны, неважно, с оружием в руках, да, или с пером в руках, или с микрофоном, они должны четко понимать, что им не рады на территории нашей страны. В стоп-листе три десятка деятелей шоу-бизнеса иностранцев – все они не просто отрицательно высказывались России, а делали это настойчиво и систематически. На ближайшие полвека граница закрыта для украинской певицы Надежды Дорофеевой. С начала спецоперации она пророчит России различные беды, заявляя, что наша страна очень скоро, цитата, станет новой Северной Кореей. Не въездная теперь и Настя Каменских за свои фейки о российских военнослужащих, которые постит с завидной регулярностью, причем делает это, находясь не на родине, а в теплой Испании. В черном списке оказался и ее супруг, продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, он же Потап, рэпер, крайне радикален и размещает в своих соцсетях откровенно агрессивные публикации. А еще Потап записывает русофобские видеообращения и активно выступает перед бойцами ВСУ. А само творчество украинского исполнителя с каждым днем все больше деградирует. Ля-ля-ля-ля-ля, мы просто на его скале! Потап в открытую угрожает российским артистам, многие из которых, несмотря на наличие у них заграничной недвижимости, не предали родину и не сбежали, как он за бугор. Я обещаю вам, если, не дай бог, мы где-то пересечемся за кулисами, названия не посмотрю, будете отвечать. Это сродни господину Зеленскому, да, по количеству дорожек высыпанных, понимаете? И знал, как он относится к России, как относится к концертам, когда здесь его принимали, чумачечья весна, да? Как здесь его принимаешь, это на руках носили вместе с его, этой, Каменских, Настей. И что из себя этот человек представляет? Сразу после рекламы, как украинский певец Макс Барских сначала предал своих поклонников, а потом их обокрал, и почему вслед за незалежными гастролерами от России отреклись и некоторые советские звезды кино и эстрады. Отличился за последний год и этот украинский исполнитель, 33-летний Микола Бортник, более известный под сценическим псевдонимом, Макс Барских. Его творческий путь, как и большинство других музыкантов с незалежной, состоялся именно в нашей стране, но с началом спецоперации он открестился от России и запретил здесь использовать свои песни. Помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны. Между тем, довольно быстро Барских, что называется, включил заднюю. Я не буду против того, что если в аудитории будет граждане России. Знаешь, для меня всегда была приоритетом человечность прежде всего. А еще окупаемость и возможность лишний раз заявить о себе. Вот Барских дает концерт в Германии. На волне антироссийской истерии певец даже как-то заявил, что готов воевать с российской армией. И вот-вот выйдет на поле боя в рядах ВСУ. С завтрашнего дня начинаю обучение. Кто бы мог себе представить, еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, это микрофон. А сейчас время меняется. Однако недолго музыка играла. Все обещания в итоге ограничились раздачей многочисленных интервью в военной форме и с украинским флагом на плече. Я нашел воинскую часть, записался в вооруженные силы. Я поговорил с моим командиром, он дал мне несколько заданий. Я изучил военную науку, научился пользоваться оружием, потому что в Украине в это время это необходимо. В погоне за хайпом Барских не подбирал слов и раз за разом оскорблял Россию и ее граждан. После всего того, что народ Украины пережил вашу дырявую Россию, больше никто не захочет приезжать. До вас никто даже не захочет видеть по всему миру. Ответ от коллег по цеху не заставил себя ждать. Ты не перепутал, кто здесь на самом деле дырявый? Ты ничего не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Я напомню. Вообще за действия Макса Барских многим артистам просто стыдно. Он оказался не просто неблагодарным артистом, который постоянно сыпет гадости про Россию, но и самым настоящим воришкой, обокравшим тысячи поклонников в Екатеринбурге. Я вообще считаю, что преступник. Макса Барских надо вообще судить. Я считаю, что надо завести, прежде всего, уголовное дело, как только он появится, только будет возможность с него что-то взыскать, надо с него взыскать. Взыскать с Барских продюсер предлагает стоимость билетов на его концерт. Выступление, которое должно было состояться еще прошлой весной, украинский певец отменил, после чего сбежал в Европу, а деньги зрителям не вернул. Артист ослался на торжество некой справедливости, заявив, что похищенная сумма пойдет на гуманитарную помощь Украине. Тогда будет честно, что все деньги, которые ты заработал в России на корпоративах, а я уверен, что ты заработал их именно здесь, там на свое, не знаю, благосостояние, на часы, на квартиры, на все остальное, ты тогда верни, отдай людям, вот на гуманитарную помощь, на благотворительность, отдай их своей стране, вот, отдай. Вот это будет поступок, вот это будет честно. Понятно, что Барских не отдаст ни копейки, такие, как он, способны только на подлости из-под тишка поливать грязью страну, которая, по сути, дала ему и славу, и деньги. Ну, подонок, понимаете, если ты, у тебя отменились концерты, и ты даже ни деньги не возвращаешь, ну, же ты ублюдок, подонок, конченая тварь. Понимаете? Наши люди не обеднеют. Главное, чтобы тебе эти деньги пошли на крышку гроба твоего. Украинские исполнители, вроде Барских, до последнего времени кормились в нашей стране, активно гастролировали. Многие из них фактически оккупировали российские развлекательные телеплощадки. Они зарабатывали миллионы в России, которые потом стали перечислять украинским нацистским карательным батальоном. А если человек пиявка, он только жрет и потребляет, ну, извините, нафиг ты сдался. Иди тогда туда, где тебя кормят. Только потом об тебя тоже вытрут одно место и выкинут. Это удел всех предателей. Как выяснилось, отреклись от страны, благодаря которой стали знаменитыми не только украинские артисты, но и советские звезды кино и эстрады, приезжавшие в Россию на заработки. Польскую актрису Барбару Брыльску знал весь Союз. Роль красавицы Нади Шевелевой, которую она сыграла вечно живой новогодней комедии «Ирония судьбы», полюбилась всем. Никто и подумать не мог, что артистка, которую все считали своей, так яро ненавидит Россию. Она и воспитывалась там, и вот такая нелюбовь к русскому, она была уже привита. Она не лечится. Да, она вообще... Русофобия не лечится. На днях 81-летняя актриса заявила, что в России невозможно жить, и обозвала жителей крупных областных центров в Сибири нищетой. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя. Омск, Новосибирск. Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить. Не менее надменно она отреагировала и на увольнение из театра «Современник» Леи Ахиджаковой, которая неустанно сыпала антироссийскими лозунгами из каждого утюга. Ей нужно уезжать, они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы. С кем борется пани Барбара неясно, ведь она никогда не была гражданкой России. И если жить, по ее мнению, в нашей стране нельзя, то зарабатывать можно, причем довольно неплохо. Даром, что ли, она снялась в «12 наших картинах», а за иронию судьбы еще и госпремию СССР получила. Кстати, последний фильм, в котором приняла участие Брыльская в 2014-м, тоже оказался российским. Барбара сыграла замечательную роль, но это же не говорит о том, что она человек такой же, как мы ее воспринимаем на экране. Я считаю, что это просто подлость, это просто некрасиво и стыдно так себя вести. Не исключено, говорят эксперты, что в силу почтенного возраста актриса уже не в состоянии отфильтровать потоки льющейся информации на Западе. Ведь по части русофобии, которую в последнее время извергают польские власти и СМИ, с ними мало кто сравнится. Пожалуй, только Прибалты. Причем фейки распространяют не только местные журналисты, но и известные звезды эстрады, обиженные, как выяснилось, не только на Россию, но и на весь бывший Советский Союз. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз. Лайма Вайкули, если и содержала, говорят музыкальные продюсеры, то точно не весь Советский Союз, а только одну республику, Латвию, в которой на 80-х работала в варьете, танцевала в ресторане и гостиницы для иностранных туристов. Все туры Лаймы Вайкули за последние 20 лет были провальные, и это организаторы российских горели на ее концернах, теряли свои деньги. А она думает, что она всех кормила, что она кормилица, так как и украинские звезды, они тоже думают, что они всех кормили. Сейчас Вайкули почти все время проводят или в Латвии, или США, периодически дает за границей концерты для так называемой славы украинской публики. Больше всех денег потеряла кормилица Лайма Вайкули, потому что в своей припалотке она вообще никогда никому не была нужна, то есть она, в общем-то, на нее никто не ходил, и корпоративов у нее там не было. Все деньги она зарабатывала только в России. Любопытно, что всем известные песни Вайкули всегда пела хоть и с прибалтийским акцентом, но на русском. Но недавно отрекшаяся от России 68-летняя исполнительница публично отказалась и от языка, который много лет приносил ей стабильный доход. Я подумала вдруг, как я буду петь свои песни, как я их буду петь на русском языке. Вы понимаете, это не потому, что моя голова как подумала, зачем я не буду с русскими говорить, я не буду по-русски говорить. Это эмоции. В своих соцсетях Вайкули действительно стала обращаться к подписчикам на родном языке. Правда, у российских пользователей, не знающих латышский, сразу возник вопрос о возможности продолжения творческой карьеры знаменитости. Кто бы тебя, Лайма, знал, если бы не русские песни? Это еще, знаете, такой личный фактор человеческий, то есть это просто неблагодарность, какая-то недовоспитанность, просто отсутствие присутствия вообще. Понимаете? Если уж ты здесь сидишь, так нехай где-то и пьешь, и питаешься, напиваешься кровью. В заключительной части программы за что против России выступил секс-символ советского кино Ивер Калнинш, и почему словам новоиспеченных украинских артистов-патриотов не поверили на родине. От былой популярности Лаймы Вайкули не осталось и следа. Концерты дает все реже, залы собирает все меньше и зарабатывает уже совсем не те гонорары, что раньше. Возможно, именно поэтому артистка пиарится как никогда, с удовольствием раздает интервью, в том числе украинским журналистам, и не перестает поливать Россию грязью. В Латвии фашисты, в Украине фашисты. Да, да. А фашисты, оказывается, в России. Ну а кто это не знал? Но если для тебя Россия никто, и ты понимаешь, что ты кормила Россию и сбежала теперь, так забудь о русском языке. Пой на латышском для своей там гулькиной, гулькиного носа количество людей, которые тебя знают и помнят, и любят. Если они тебя вообще любят. Понимаете? Они же все в любом случае, они все прекрасно понимают, что они там, на Западе, я извиняюсь за такое выражение, нахрен никому не нужны. По словам Вайкули, в Россию она не вернется ни за какие деньги. В своем последнем интервью она заявила, что единственный человек, который у нее сейчас вызывает восхищение, это ее коллега по сцене, президент Украины Зеленский. Я вот смотрю на Зеленского, и гордость такая пробирается, что это человек, который мы вместе на одной сцене работали. Кстати, гражданка Латвии Вайкули не одинока в своей нелюбви к России, а о прекращении всех отношений с нашей страной заявил еще один земляк певицы, актер Ивар Каллендж. Он тоже считает, что Советский Союз ему остался должен, и это несмотря на то, что по сути именно советский кинематограф превратил никому неизвестного латвийского актера в секс-символ, дал настоящую популярность и любовь зрителей. Мне задают вопрос, вы же должны Советскому Союзу, России за все. Вы мне должны, вы не доплатили, если кто кому должен. Фильмография актера, десятки картин, большая часть снята в России. За каждую ему платили огромные гонорары. Тем не менее, не так давно он принял судьбоносное решение закрыть дверь, войдя в которую он когда-то получил все. Отныне Каллендж не работает с российскими режиссерами, зато готов участвовать в украинских проектах. Есть и другой мэр, понимаете, я жду, когда откроется Украина, потому что столько друзей у меня. Я 20 лет сотрудничаю с полтавской продюсерской группой. Но работы на Украине сейчас нет и в ближайшее время вряд ли появится. Но ныне без работы пенсионер Каллендж ждет, надеется и верит. Слава Латвии, слава Украине. Слава Украине. Где-то в глубине души, возможно, он и другие, предавшие нашу страну звезды, осознают, что именно Россия дала им путевку в жизнь, славу и почет. Вот только признаться в этом очень сложно. Все эти артисты из Украины, Прибалтики, они вынуждены соответствовать требованиям той страны, в которой они живут. И им не простят. И доли симпатии в адрес России и всегда будут требовать огульного охаивания и участия в информационных атаках в адрес нашей страны. Любопытный момент. Украинским артистам, которые долгое время жили и зарабатывали в России, но с началом спецоперации переобулись, не поверили на родине, о которой они внезапно вспомнили. Многих из них даже включили в еще один черный список, составленный киевскими националистами. Например, Потапу и Настю Каменских внесли в стоп-лист за их бегство из незалежной в безопасную Испанию, а Веру Брежневу за то, что она готова была выступать перед русскими и после начала СВО, но только за границей. Теперь им всем приходится доказывать, что они настоящие украинцы и лютые ненавистники России, но они по-прежнему остаются нежелательными персонами даже в своей родной стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова